Бизнес должен активно использовать международные площадки таких региональных и перспективных организаций, как ШОС заявил на бизнес-форуме под названием «Расширяя границы сотрудничества» премьер-министр Мухаммед Калы Балгазеев, отметив, что рынок организации с населением свыше 3 миллиардов человек должен придать мощный импульс для развития всех стран организации. Глава правительства рассказал представителям бизнеса о проектах, которые направлены на создание благоприятных условий для инвесторов и ведение бизнеса, а также о привлекательных отраслях экономики для вложения инвестиций. По итогам международного форума было заключено 11 соглашений и меморандумов. Какие отрасли интересны для бизнесменов стран ШОС, расскажет Джибек Шашенбиева. На форуме собрались бизнесмены из 8 стран. Все они пришли обсудить перспективы сотрудничества и открытия совместных предприятий со странами-участницами ШОС. Так, выступая на форуме, премьер-министр отметил, что представители бизнеса должны активно использовать эту международную перспективную площадку. Говоря о возможностях, он особо отметил, что Кыргызстан создает благоприятные условия для инвесторов и представителей бизнес-сектора. Правительство запустило проект АЧХАСМАН и наш парламент поддержал и принял закон АЧХАСМАН – это открытое небо, который в будущем станет очень важным и привлекательным транзитным центром для ведения бизнеса и для развития туризма. Также он заявил, что страны ШОС являются для Кыргызстана одним из основных инвестиционных партнеров. Об инвестиционной привлекательности страны говорит тот факт, что только в текущем году в рамках межрегиональной конференции с представителями российских бизнес-структур было подписано 53 документа на 6 миллиардов долларов. Ну а сегодня ожидается подписание документов на сумму более 2 миллиардов долларов. Для их эффективной реализации необходимо ускорить создание финансовых механизмов ШОС, в том числе Банка развития. Сегодняшняя наша встреча – это начало большой совместной работы. Конечно, впереди у нас с вами много работы, как мы подчеркиваем, нам предстоит сделать еще многое. Я знаю, что у наших российских и китайских инвесторов, партнеров имеются конструктивные предложения по улучшению экономического взаимодействия стран в рамках ШОС. В свою очередь считаю, что для эффективной реализации экономических проектов нам необходимо ускорить создание финансовых механизмов стран ШОС. Это в первую очередь создание Банка развития. Мы считаем, что Банк развития необходим для нашей организации. Ну а предприниматели из России заявляют, что они хорошо знакомы с условиями ведения бизнеса в Кыргызстане. На данной площадке они хотели побольше обсудить вопросы и перспективы, связанные с транспортной логистикой и скоростью движения товаров, а также о возможности создания здесь цифровых платформ, которые будут работать на всем пространстве ШОС. Затраты на передвижение грузов, на перемещение грузов – это открытие коридоров, о которых мы говорим, их несколько. И мы надеемся, чтобы к 2020 году, как было обещано и заявлено, эти коридоры начнут работать. Но мало того, чтобы организовать коридор, нам бы хотелось, чтобы они функционировали так, чтобы это минимум препятствий было для передвижения грузов, для предпринимателей, возможности создания цифровых платформ, которые бы работали на всем пространстве ШОС. Сегодня у нас идет разговор об объединении некоторых структур в рамках Российской Федерации. Ну а некоторые предприниматели из Китая уже открыли свои центры по продвижению строительных материалов Бишкеки, в частности, сантехники и керамической плитки. Если ее примут хорошо, то мы откроем аналогичные центры в регионах Кыргызстана, заявляют они. Очень важным моментом приведения бизнеса в других странах является создание условий для нашей работы. У нас с Кыргызстаном удобная транспортная логистика. Так как наши страны соседи. При перемещении товаров мы не испытываем трудностей. Кроме того, у нас открывается рынок ЕАЭС и на Центральную Азию. А также в Кыргызстане созданы благоприятные условия для инвесторов. У нас очень хорошо выстроены отношения во всех сферах со странами ШОС. Мы должны максимально использовать складывающиеся возможности в сфере экономики. Инвестиции от стран участниц, заявляет директор агентства по защите и продвижению инвестиций. Сегодня были заключены такие соглашения, как строительство металлургического завода по глубокой переработке светлых металлов с использованием современных технологий. Создание товарной биржи, а также инвестиционный проект в сфере образования с Индией и другие. Следующее есть соглашение в области взаимопонимания между региональными торгово-промышленными палатами и нашими палатами. Проекты представлены и инициированы российскими бизнесменами. Это создание мобильных приложений, современных методов обучения с использованием современных технологий. И я думаю, что есть ряд других соглашений, которые подразумевают сотрудничество бизнеса стран-участницей ШОС. Следует отметить, что с китайской стороной были подписаны пять меморандумов и три соглашения о проведении Центрально-Азиатской Кантонской ярмарки и созданию индустриального парка по выпуску стройматериалов, основанных на инновационных технологиях, по развитию информационных технологий и открытию шоу-рума керамических изделий в стране. Дюбе шышен бейванурдан гараббеков пирамида.